Создавать уют не так сложно или дорого, как может показаться. И наши лайфхаки докажут тебе это. Расскажем, как сделать часы пончик, картину фламинго, стакан панду и многое другое. Расскажем, как сделать часы пончик, картину фламинго. Когда маркер высохнет, стаканчик можно использовать по назначению, как и раньше. Только теперь пить из него будет куда приятнее. Теперь берем рамку и вырезанный из бумаги силуэт оленя. Белый фон рамочки заклеиваем черными полосами. Теперь берем несколько полосок двустороннего скотча. Склеиваем их между собой. Выкладываем вот так. Накладываем на них трафарет и обводим оленя. Вырезаем детали и приклеиваем их к полосатому фону. Снимаем защитную пленку. Берем блестки и присыпаем картинку. Сыпем блестки, не жалея, чтобы картинка получилась насыщенной. Лишний глиттер убираем и остается вот такой блестящий олень. Гламурненько, ничего не скажешь. Такому шедевру точно надо быть на самом видном месте. Далее нам понадобится моток цветной толстой проволоки. Берем один конец и начинаем загибать витки в форме букв своего имени. Последнюю букву делаем двойной, чтобы к ней можно было крепить заметки и ведем от нее длинную ножку. Далее берем клеевой пистолет и декор. Приклеиваем цветочки с бантиками к проволоке. Теперь всем будет понятно, чье-то рабочее место. Вистики с заметками теперь всегда будут на виду. Для следующей идеи берем пластиковые трубочки. Ножницами разрезаем их пополам. Берем шесть отрезков, складываем их в такой шестиугольник и склеиваем. Продолжаем делать соты возле разных граней фигуры. Когда клей высохнет, вешаем сетку возле рабочего места. Только посмотри, как удобно цеплять к ней разные напоминания. Главное теперь запастись прищепками. Для этого лайфхака понадобится деревянный ящик с ручками и краски. Берем строительный скотч и приклеиваем его на дно вдоль намеченных линий. Далее кисточкой аккуратно раскрашиваем участки в разные цвета. Выбирай любые, какие тебе нравятся. Закрасив одну область, снимаем скотч. Выделять соседние области лентой нужно только после того, как краска высохнет. Когда все дно коробки будет окрашено и краска высохнет, покрываем его лаком. Подождем еще немножко, пока лак высохнет и станет глянцевым. Вот теперь кушать подано. Приятного аппетита! На таком подносе любое блюдо автоматически становится еще более вкусным. А теперь берем коробку с широкими бортиками. Обклеиваем ее скраб-бумагой. Аккуратно проклеиваем все стыки. Теперь берем пластиковую трубочку. Канцелярским ножом обрезаем ее по размеру коробки. Берем толстую проволоку и делаем из нее три небольших колечка. Далее берем листок с распечатанными названиями месяцев, дни, недели и датами. Вырезаем. С помощью дырокола проделываем в листочках отверстие. Нанизываем на кольца стопочки стикеров, вот так. И развешиваем их на трубочке в таком порядке. Дни, недели, дата, месяц. Закрепляем трубочку внутри коробки. Ставим коробку вертикально на видное место. Не забываем переворачивать стикеры и вести счет дням. Так, какое там сегодня число? Один недели. А теперь расскажем, что можно сделать из двух вот таких веточек. Покрываем их акриловой краской. Кладем маски аккуратно, чтобы поверхность прокрасилась равномерно. Теперь берем рамочку для фото. Снимаем заднюю часть и обклеиваем ее скрафт-бумагой. Берем веточки и приклеиваем их вот так. Добавляем в композицию несколько небольших деревянных спилов. Надеваем рамочку. Чуть не забыли, ее ведь тоже нужно еще чуточку украсить. Вот теперь и идеально. Ставим рамку на комод у входа. Хранители ключей приступили к выполнению обязанностей. И больше никаких, а где же мои ключи перед выходом из дома? Для следующего лайфхака берем круглую картонку и вырезаем из нее кружок серединку вот так. Яркой краской закрашиваем фон. Лучше использовать толстую кисточку и с ней процесс покраски заметно ускорится. Внешний край фона делаем волнистым и докрашиваем его белой краской. Аккуратнее, не заходи за границы. Теперь берем кисточку потоньше и дорисовываем пончику разноцветную посыпку. Далее берем часовой механизм. Заклеиваем его цветной бумагой. А сверху не забываем приделать стрелочки. Закрепляем пончик и механизм на стене так, чтобы стрелки показывали правильное время. Вуаля! Говорят, счастливые часов не наблюдают. Но только не с такими часами. А теперь берем распечатанную цветную картину фламинго, искусственные цветы и клеевой пистолет. Цветами украшаем туловище фламинго. Декорируем птичку стразами, перьями и бусинами. Приклеиваем их аккуратно, так, чтобы декор закрывал фон. Теперь берем искусственный камыш. Обрезаем листья до нужного размера, чтобы они гармонично смотрелись на фоне фламинго. Приклеиваем их. Получилось красивое объемное панно. Так просто делается, а как эффектно смотрится. О, этот вечный хаос на столе. И как в нем можно что-то быстро найти? Чтобы решить проблему, берем пару подарочных пакетов. Отрезаем от них ручки. К одной из сторон приклеиваем пару полосок двустороннего скотча. И приклеиваем пакеты к рабочему месту где-нибудь сбоку, чтобы не мешали, но постоянно были под рукой. Складываем в них всю канцелярию. Насколько оценишь удобство этого лайфхака по шкале от 1 до 10? А теперь берем несколько стеклянных пробирок и пластиковую крышечку. Клеевым пистолетом приклеиваем пробирки к крышке вот так. Чтобы они надежно держались, обматываем у основания бечевкой. Теперь берем свечку и измельчаем ее канцелярским ножом. Растапливаем воск и заливаем в пробирки. Удобнее всего делать это длинной пипеткой. Не забудь про фитильки, без них свечки не загорятся. Украшаем композицию декоративными цветами и бусинами. Ммм, какая красота! Разве что-то сделает вечер еще уютнее. Для этой идеи берем несколько спилов и капиллярную ручку. На срезе ручкой аккуратно рисуем вот такие крылышки с перьями. Приклеиваем бегающие глазки и дорисовываем клювы. Сова-птица мудрая, давай сделаем сразу несколько совушек. А теперь клеевым пистолетом приделываем к спилам петельки из бечевки. Украшаем ими декоративную веточку. И вот у нас уже есть собственное древо мудрости. Очень симпатичное. А далее берем полимерную глину зеленого цвета. Отрезаем кусочек и раскатываем лепешку. Далее берем силиконовый молд в виде листа и прижимаем его к глине. Подрезаем края. Аккуратно отсоединяем листочек. На нем отпечатались все прожилки. Берем кусочек глины и круглую свечку. Облепливаем глиной свечу, чтобы получилась вот такая формочка. Запекаем заготовки по инструкции. Красим глянцевой акриловой краской в зеленый цвет. Приклеиваем листик к основе. Получился очень необычный подсвечник. Делаем ему парочку и ставим на видное место. Очень красиво. Понравились наши лайфхаки? Какой показался самым уютным? Подписывайся на Трум Трум Селект, ставь лайк, звони в колокольчик и, конечно же, рассказывай об этом ролике друзьям. Продолжение следует...